Жители Коми приглашают проголосовать за рекорд региона. Познакомиться с ними можно на сайте достижения.рф. Рекорды регионов страны собраны на сайте в преддверии международной выставки форума «Россия». Она пройдет по поручению президента РФ Владимира Путина в Москве с 4 ноября 2023 и по 12 апреля 2024 года на ВДНХ и станет главным местом демонстрации важнейших достижений регионов. Анастасия Тернина уже отдала свой голос. Россия – страна достижений для всех, кто любит Россию и интересуется ее современной историей. Коми будет представлена на международной выставке-форуме «Россия как территория с уникальными природными ресурсами и самобытной культурой народа». На сайте достижения.рф в разделе о республике Коми можно проголосовать за 9 достижений. В лидерах сегодня Луза Лес. За предприятие, которое импортозамещает шведскую Икеа, отдали свои голоса уже 1959 человек. В 2023 году компания получила разрешение на приобретение двух заводов Икеа. Теперь на них будут выпускать качественную доступную мебель, но уже российского бренда. На втором месте Устилемская горка – национальный обрядовый праздник. И у него пока 1830 голосов. Во время гуляния участники водят хороводы, облачаясь в подлинные костюмы с многовековой историей, которые впечатляют богатым убранством и сакральной символикой. Самый большой арт-объект в мире – деревенский коврик. Набрал уже почти полторы тысячи голосов. Жители Коми связали огромный половик диаметром более шести метров. Его создавали к столетию. Республики Коми трудились сто мастеров. Центр Коми-культуры Карткировского района получил официальный сертификат рекордсмена от Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Мы стараемся привлечь внимание именно к ручному вязанию, как к одному из брендов Республики Коми. А коврик – это что-то доброе, уютное. Это символ каждого дома, символ семьи, символ солнца, как орнамент шонды, тоже, как, например, на масленицу блины. Это хороший символ. И то, что он получил отклик у стольких людей – это очень-очень приятно. Республика Коми – родина лыж. Лыжный спорт – самый популярный и развитый в регионе. В Коми обнаружен самый древний фрагмент деревянной лыжи в мире. Он датируется шестым тысячелетием до нашей эры. Сегодня лыжные гонки в регионе – один из самых массовых видов спорта. Им занимаются более 15 тысяч человек. Для физкультурников Коми работает более 20 учреждений спорта и Федерация лыжных гонок. В регионе регулярно проводятся всероссийские соревнования по лыжному спорту, а в 2015 году проведен Кубок мира мастеров по лыжным гонкам. В списке достижений Коми – луд, древнейший национальный праздник и бренд Коми. Это единственное народное гуляние, сохранившее элементы древнего веровоззрения коренного населения. А еще Коми славится гонками на охотничьих лыжах. В регионе более 100 профессиональных спортсменов в этой дисциплине. Охотно гонки на охотничьих лыжах развиваются в Коми с 2006 года. Также наша республика поставляет свежий кофе по всей России. Компания «Макбуш» из Сыктывкара в кофейном бизнесе с 2004 года. Пройдя путь от небольшого магазина, сегодня предприятие выпускает более 100 тонн кофе в месяц. А рекорд России по скорости приготовления пиццы установил тоже сыктывкарец. Анатолий Сурков в эфире программы Первого канала «Я могу» приготовил 6 пицц диаметром 30 сантиметров за 2 минуты 57 секунд. Напомним, за каждое из этих достижений можно проголосовать, перейдя на сайт достижения.рф в разделе «Достижения регионов». Это голосование проводится в преддверии международной выставки форума «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве. Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Местом проведения станет территория выставки достижений народного хозяйства ВДНХ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова